Но Султан Назарбаев, вы все его видите, такого сильного, кажется, человека, главу государства и так далее. Он трусливый старикашка, который всего боится, живет страхами. Это обычный человек, проворовавшийся, запуганный, потому что он прекрасно знает, что все те преступления, которые совершил он, с него спрос не будет не там, вверху, спрос будет здесь, на земле, при его жизни, спрос будет с него, с его ближайшего окружения, с его ближайших родственников, которые вместе с ним участвовали в преступлениях против народа. Я очень хорошо знаю Султана Назарбаева и лично как человека, и как президента страны. И могу сказать, что этот человек действительно хачегар, который не понимает, как управлять страной. Мне не нужна судьба иная, мне ни на что не променять Он просто пользуется тем, что средства массовой информации под его контролем, что представители работников, вот полиции, они пока исполняют его указания. И набирается какая-то группа разных экспертов, специалистов, которые вкладывают в его устательные слова, создавая образ умного, сильного и деятельного лидера нации. На самом деле, вы можете увидеть, как только он появляется в эфире, начинает говорить в свободном режиме, он сразу унижает людей. Если сильно жизнь стала в тягости, иди, походи по больнице. В крайнем случае, походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе. Ну-ка встань, ну-ка сядь. У вас других нету, поэтому держите за меня. Следующий хуже будет еще. Мы тебе за руку отведем в суд и так далее. Это только признаки и привычки главы мафиози, а не главы государства. Вы все должны знать, что нашей страной управляет жалкий старикашка, трусливый, кочегар, который вообще ничего, ни в чем не разбирается. Мы должны снять с глаз пелену и сказать себе, что так жить больше нельзя. И мы должны изменить ситуацию в стране. И мы это можем.